МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. О главных новостях Чувашии прямо сейчас в студии Татьяна Трофимова. Снова дети, снова в огне. Чудовищная трагедия в АллатРе. Последние данные о ходе расследования. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цифра – это не просто числа. Региональное министерство просит людей о помощи, и можно ли все загрузить в матрицу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Влюбленный в небо летать не может. Девушку выбросили из самолета, чтобы проверить крепость чувств. На что способны парашютисты в свой праздник? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале выпуска о ДТП в Чебоксарском районе. Авария произошла на трассе между Кугесеми и Новочебоксарском. По предварительным данным, водитель Лады Калина совершал обгон по встречке, не рассчитал дистанцию и не смог завершить маневр. Зацепил попутный внедорожник. От удара машину выбросило под встречный КАМАЗ. Удар был страшной силы, машина превратилась в груду искореженного металла. Водитель Калины погиб на месте. Ему было около 50 лет. Обстоятельства ДТП уточняются. И еще об одном происшествии в республике. Следственный комитет Чувашии проводит доследственную проверку по факту пожара, в котором погиб 6-летний мальчик. По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Напомню, в ночь на воскресенье 24 июля в Алатаре загорелся частный одноэтажный дом, в котором находились двое детей. 13-летняя девочка сейчас с множественными ожогами в больнице. Ее брат погиб. В настоящее время 13-летняя девочка находится в больнице в городе Чебоксары, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Следствием проверяются различные версии возникновения пожара, точная причина которого будет установлена после проведения назначенной пожарно-технической судебной экспертизы. Причины нахождения детей дома одних будут установлены в ходе проведенной проверки. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение. Здание выгорело дотла. По этим кадрам можно лишь догадываться, какой силы был пожар. Уцелела только внешняя стена, сложенная из кирпича. Без ответа сейчас не только вопрос о причинах случившегося, но главное и самый важный, где была мама детей в момент, когда началось возгорание. И почему она оставила малолетних дома одних? Город нам говорит, что сведений по ней ни садик, ни школа, по то, что мать пила или действительно нарушала режим или не исполняла риск обязанностей. Нет. Обычная семья, которых много тысячи и миллионы. По сведениям, поступившим из администрации города Аватарь, семья не состоит на каких-либо видах учета. В целом характеризуется достаточно положительно. Да, родители находятся в разводе. Дети проживали с матерью, отец живет отдельно. Но, опять же, повторяю, что каких-то отрицательных сведений по этой семье не было. 70, 65 и 30 рублей за морковку. Цены на сезонные овощи в Чувашии начали снижаться. После недавнего рейда, устроенного нашей съемочной группой, прошла неделя. За это время морковь упала в цене на 50%. Наш корреспондент Ольга Алексеева прогулялась по центральному рынку Чебоксар и выяснила, почему морковь прошлого сезона в магазине стоит дороже, чем новый урожай на рынке. А сколько морковка у вас стоит? Подскажите, пожалуйста. 30 рублей? Да, пучок. Пучок 30 рублей. А сколько там по весу? 400 грамм. Это свежий урожай, да, у вас? А сколько у вас морковка стоит? 65. 65. А у вас морковка новый урожай тоже? Еще в начале июля морковь, золотой корнеплод, шла по цене авокадо. К концу месяца девица из темницы нового урожая дешевле вдвое престарелой родственницы. Теперь за килограмм морковки на рынке просят в среднем 60 рублей. Цены снизились и на другие овощи. Рост цен вносит сезонный характер. Рейтинговые места республики среди ПФО и России по уровню средних цен по состоянию на конец июля. По яблокам мы занимаем ПФО второе место, по России одиннадцатый. Капусту белкачанную девятая по ПФО, двадцать девятое место по России. Картофель девятая по ПФО и тридцатая по России. Лук репчатый девятая по ПФО и тридцат второе место по России. Морковь четырнадцатое место и семьдесят десятое место соответственно. Цены на картофель, лук, яблоки и другие плоды и ягоды в магазинах тоже упали. Но не так, как на рынках. Морковь у сетевиков 75 рублей. Хотя вот это назвать морковкой язык не поворачивается. В течение недели попросим город Чебоксары, Новочебоксары, определить места проведения сельскохозяйственных ярмарок традиционных. Давайте их пораньше начнем и надо сделать их уже постоянными. Такая ситуация, возможно, поменяет и поведение в уже крупных торговых сетях, крупных игроков. С тем, чтобы цены там тоже менялись. И чтобы путь продукции до покупателя был максимально коротким. По прогнозам аграриев, пробить исторический ценовой максимум морковь может уже этой осенью. Из-за засухи урожай будет неважным. Тем важнее станут продавцы. Уже ходят слухи 130 рублей за кило – не предел. Ольга Алексеева, Павел Рядков, Республика. Школы будущего, бережливые поликлиники, цифровые технологии. Реализация масштабных проектов в Чувашии при федеральной поддержке набирает обороты. Планы грандиозные. Работы идут в разных направлениях. Образование, медицина, электротехника, цифровые технологии. Аграрный сектор. О перспективах идей далее. Привезти в регион не просто лучшие практики, инвестиции к ним. Готовить управленцев в школе Сколково – проект правительства страны и Внешэкономбанка. До того, как в июле 2020 года команда Чувашии вошла в этот проект, мы проходили очень серьезный конкурсный отбор. И сегодня в стране отобрано только 100 городов, которые вошли в эту программу. Всего она состоит из 14 модулей. Но это не только обучение. Хотя преподают там преподаватели высшей школы экономики Сколково. Все федеральные министерства представляют свои кейсы и подробно объясняют, какие федеральные программы действуют на территории Российской Федерации. И чтобы регионы и города сразу реагировали, понимали, по каким критериям оценивается их участие, какие есть слабые места, которые необходимо доработать. И каждая команда за это время сформировала свою ставку. В нашу проектную команду входят три представителя администрации города Чебоксары вместе с Алексеем Олеговичем Ладоковым и два вице-премьера. Вот пять членов этой команды разрабатывают вместе с другими такими же командами из других городов перспективную модель города Чебоксары и определяются основные тренды, основные направления деятельности. Ну, по сути, формирование стратегии. У нас уже прошло 11 модулей этой программы. Первые результаты уже сегодня. Школы нового формата из консессионных соглашений на бумаге уже на стройплощадках микрорайонов республиканской столицы. Уникальный для региона опыт частного государственное партнерство заходит в сферу образования. На очереди культура здравоохранения. Первично создание условий и программ таким образом, чтобы это было интересно бизнесу, чтобы через это развивались микрорайоны, города и, как следствие, республика. Мы все хотим, так же, как ведущие города страны, как Москва, Санкт-Петербург, жить там, где есть комфортная городская среда, где ежедневно жизнь наполнена событийными вещами, где очень удобная логистика, хороший транспорт. И к этому мы стремимся и отрабатывает каждое свое направление. В свою очередь глава администрации города делает ставки на электроэнергетику. Для Чуваши – знаковая отрасль. Продукция предприятий региона известна на мировом рынке. Например, это проект строительства федерального испытательного центра для электротехнической отрасли, который позволит нашим предприятиям выйти на международный уровень. Это присвоение Чувашскому государственному университету статуса опорного вуза Минпромэнерго, который позволит готовить высококвалифицированных специалистов для наших предприятий. Чрезвычайное внимание подготовки квалифицированных кадров. Они, как и прежде, несмотря на подходы и технологии, решают все. Подготовка со школьной скамьи. Появились инженерные классы в школах, мини-фабрики, при школах даже, лаборатории, при вузах. Вот сегодня мы находимся в ЧГУ и обсуждаем с коллегами концепцию цифрового энергорегиона. Хотим взять пилот и посмотреть, какие возможности не только для Чуваши, но и для энергетики, системы управления энергетическим комплексом. Даже на полномасштабное развертывание проектов потребуется не один год. Но, как заявляют в заинтересованных ведомствах, эффект от вложенных средств и усилий не заставит себя долго ждать. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Андрей Шоклев, Республика. Что такое цифровая трансформация и какую пользу она несет людям? Ответы на эти вопросы можно найти на новой интернет-площадке цифра21.рф. Благодаря платформе жители могут выбрать лучшие цифровые инициативы, которые затем будут реализованы. Они смогут ознакомиться с перечнем проектов, направленных на улучшение качества жизни. От здравоохранения до сельского хозяйства, от социальной помощи до транспортного обслуживания, от ЖКХ до образовательного процесса. Также на площадке можно поделиться собственными идеями по цифровизации региона. Проголосовать за проекты можно до 1 сентября текущего года на сайте www.цифра21. После звонка главе региона раскачались. Жители Козловки смогли добиться демонтажа старой игровой площадки, которая угрожала не просто здоровью, а жизни детей. Только после звонка на горячую линию. 20 лет. Никакого изменения. Вот так выглядела детская площадка в Козловке еще несколько дней назад. Из скрипучих качелей торчали гвозди, перила сломали еще несколько лет назад. Деревянные настилы разъехались. Сегодня вместо развалин пустырь. Конструкции успели вывести за несколько дней. Хотя обещали это сделать еще несколько лет назад. Неожиданно после вмешательства первого лица республики нашлись и рабочие, и деньги, и техника. Но эту зону мы не оставим пустой. Совместно с депутатами городского собрания было принято решение, что здесь сделать небольшую зону отдыха для пенсионеров, ближнежащих домов. Это здесь будут лавочки, будут установлены столы для настольных игр. Кто не убирается, сам так называется. Детская обзывалка стала практически слоганом для масштабной экологической акции «День зеленых действий». Взрослые люди приезжают на пикник отдохнуть, а после оставляют горы мусора. Кто должен убирать за ними? Этот вопрос, по заверениям наших репортеров, оказалось задать просто некому. Пластиковые тарелки, стаканы, упаковки из-под соков, полиэтиленовые пакеты, бутылки из-под алкоголя. Ясная поляна превратилась в мусорный полигон. Мы в лесу. У кого-то рука не дрогнула все это оставить после себя на природе, а у других, у волонтеров, сердце не выдерживает спокойно смотреть, как гибнет все живое. Поэтому развеселые выходные одних превращаются в трудовые субботы у других. Мы отдыхаем на субботниках. Мы отдыхаем на природе. Это наш отдых. Сезон отдыха людей на природе – настоящий кошмар для лесников. Вся ответственность за безответственное отношение к лесу, круглый год на них и разгребать тоже им. Лесная охрана, лесная служба испытывает очень большую нагрузку в своей работе. Во-первых, это большие территории. И численность инспекторов на сегодняшний день у нас не такой большой. И отдыхающих много. Субботники волонтеров, берега рек, лесные поляна, живописные рощи. Сегодня три гектара вдоль Варламовки. Три кубометра мусора вручную. Каждой брошенной бумажке, окурку или бутылке – персональный поклон. Я пришла сюда, чтобы показать горожанам, что после себя можно оставить чистоту. Чтобы в следующий раз, когда люди пришли сюда отдыхать, здесь было чисто и не было никакого мусора. Чтобы другим отдыхающим было здесь комфортно. Неприятно, когда ты пришел отдыхать, а вокруг тебя мусор. Это некрасиво. Уборка еще не закончилась, а на расчищенном берегу живописной реки уже расположились отдыхающие. С костром, бутылками и пакетами. Вероятно, заделье волонтерам на следующие выходные уже обеспечено. Остановить закат одним взмахом кисти. Нарисовать запах свежескошенного поля. Изобразить тепло восходящего солнца. Все это подвластно лишь мастерам своего дела. Но невозможно без вдохновения. 14 художников из Санкт-Петербурга, Москвы, Чубаксар и других городов выехали в экспедицию не следовать, прочувствовать то, что кому-то лишь кажется важным. Две недели жили, что называется, на натуре. Только так, признаются, художники можно дождаться, когда придет вдохновение от самой природы. Вдохновилась и Татьяна Молокова. Валентина Белова узнала себя в цвете, в ангоговских подсолнухах на картине «Маслом». Я сначала первый день увидела их, меня увидели. Я не согласилась. А второй день приехали, на улице дождик идет. И это, давай, говорит, нарисуем тебя. Ну, я согласилась. Дождик был, вот во дворе сидела и нарисовали. Эти картинки с выставки прямиком из жизни, на холст, прямо в душу. Душу, которой и вздремнуть некогда. Вдохновение не носит часов и, похоже, не знает меры. Пришло и все тут. Это много. Большой объем получился, да. И очень энергично все работали. Очень продуктивно. Мы ночами писали, сидели. Да, потому что этюд, ну, это же такое состояние, которое, ну, держится там час, ну, а то и меньше, 15 минут. На эмоциях, ну, начинаешь работу, потом уже, если она того требует, доводишь в мастерской. Утром выезжали, ну, условно, там, в 9. И до обеда, то есть до трех часов мы работали. Вплотную на природе работали. Ну, и так и существовали. То есть завтрак – работа, обед – работа, ужин – работа. Ночью работаешь, спишь три часа, чувствуешь себя очень счастливо. 300 картин. Никаких стен не хватило. Мгновение в часах кропотливой работы. Чтобы увидеть главное, надо поклониться. Это кухня художника. Может быть, она еще и не до конца раскрыта. Ну, как вы сами понимаете, творчество – это и таинство. И вот, если бы не было этого таинства, ну, что идет тогда? Как-то так. Потому что вот в каждой работе есть своя тайна. Каждый художник, который это сделал, носит в себе то, что, может быть, мы сразу и не разглядим. А я хочу сказать, вот это все – это и есть одна картина, которая говорит о нашей земле, о нашей, в данном случае, о Ядрине, о сурских берегах. Ядринский пленэра – серебряный век живописи. Выставка уже в октябре. Краски природы успеют сменить цвета. Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, Республика. Влюбленный в небо летать не может. Это про парашютистов. Международный день этих отчаянных ребят и, к слову, девчонок отметили и в Чувашии. О том, как падать, но оставаться на высоте – Регина Кубайкина. Прижок с парашютом Ольги Ефимовой возлюбленный подарил на день рождения. Подарок оказался с подвохом. Я очень волнуюсь, боюсь, не знаю. Но очень хочу. Решил за такой подарок, потому что сам прыгает с парашютом и знаю, что это. Ну, решил за такой небольшой сюрприз. А если она прыгнет, что, возьмешь ее за муж? Перспектива. Проверка на смелость. Семейная жизнь тоже, как задержной прыжок. Тут, правда, с оговоркой. Отделившись от рампы самолета, назад не вернешься. В ЗАГСе пожелают беречь друг друга. Тут… Берегите ноги перед приземлением. Евгений Шальнов сейчас работает инструктором. Спортсмен-парашютист-мастер спорта. В его летной книжке больше 4,5 тысяч прыжков. Любовь к небу, детям по наследству. В клубе у меня еще здесь сын занимался. Кандидата в мастера спорта по парашютному выполнил. Потом парапланом стал заниматься. Мастер спорта России по параплану. Пять чемпионатов мира ездил. Внучка два прыжка сделала. От винта! Несколько минут и подъем на прыжок. Впечатления от полета меняются каждые 5 метров в секунду. Взрыв адреналина, свободные падения и впечатления. Даже тот, кто больше никогда не отважится, сохранит в душе этот миг на всю жизнь. Отлично, балдеж, летаешь. Красота. Страшно было в начале. А теперь нет. Это безопаснее, чем переход через дорогу. Чебоксарский аэроклуб был основан 87 лет назад. Тогда ему присвоили имя героя Советского Союза, летчика Липедевского, который спасал челюскинцев с Альдины в Арктике. Здесь начинал свою карьеру и Майя Костина, пятикратная чемпионка мира, автор 38 мировых рекордов. Здесь полюбил прыжки художник-геральдист, автор герба Чуваши Эли Юрьев. Сейчас здесь делают первые шаги в небо новые парашютисты. Главное – здоровья, удачи, безопасных приземлений. Регина Кубайкина, Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, Республика. В международном аэропорту Чебоксар сегодня встречали гимнаста Владислава Полишова. Он вернулся из Олимпийского Токио. Позавчера, 24 июля, наш соотечественник показал третий результат среди россиян. В упражнениях на коне занял пятую-шестую строчку в общетурнирной таблице и не смог продолжить борьбу за медали. При этом в командном зачете сборная России поднялась на высшую ступень пьедестала 32-летних Олимпийских игр. В зоне прилета Вячеслава Полишова встречали журналисты, друзья и болельщики. Так, получилось. Как получилось. Старался, конечно, выполнял свои упражнения. В принципе, достойно выполнил. Но судейство... Первую смену всегда в основном сильно судят, строго очень. Есть над чем подумать и работать дальше. Чемпионат мира через два месяца. Сейчас буквально с 20-го сбора уже начнется. Будем потихонечку готовиться туда. Это главные новости Чувашии к этому часу. О ваших новостях сообщайте нам по телефону редакции. 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. Берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok